Медаль, которую нам в потребуемом помещении подарили, форма, чиповки, и рюкзак, мяч есть. Ну и, конечно, яркие впечатления и эмоции. Все это Матвей Волков привез в чемпионаты Европы по футболу. Вот он вместе с игроками сборной России выходит на поле стадиона «Вилодром» во французском Марселе, где наша сборная сыграла матч с Англией. На поле Матвей выводил своего любимого футболиста. Я выводила Артема Дзюбу, так как он нападающий, я встал последний. Он подходит и говорит, ты меня выводишь. Я говорю, а ты смотря какой выходишь. Я спросила у него, какой он выходит, он сказал предпоследний. И я быстренько встал предпоследний, чтобы выводить его. Уже стоя на трибуде, мне приходят сообщения от всех сочинцев, знакомых, друзей. Увидели Матвея, вывел своего любимого игрока. То есть его мечта осуществилась. Побывать во Франции, поболеть за наших на чемпионате Европы, пообщаться с футболистами. Одним словом, стать частью великой игры. Все это для Матвея стало реальностью благодаря конкурсу от компании «Макдоналдс». Здравствуйте, я Матвей Волков, мне 10 лет. Живу я в городе Сочи. Футбол – это моя жизнь. Этот ролик стал одним из победителей конкурса. Претендентам, мальчишкам и девчонкам от 6 до 10 лет нужно было прислать фото или видео с семейной зарядки. В оргкомитет поступило более 3,5 тысяч работ со всей страны. Из них выбрали лишь 11. Кстати, отбирал их лично знаменитый футболист Сергей Семак. Матвей, привет. Ты готов услышать очень приятную новость? Тогда слушай. Ты, выиграв в конкурсе на чемпионат Европы по футболу UEFA Euro 2016 вместе с Макдоналдсом. Вообще, футбол для Матвея – это жизнь. Им он занимается 6 лет. Играет за ФК Дагомыс. Кстати, этому клубу повезло. Два года назад Коля Рыбалко, тоже футболист Дагомыса, так же, как и Матвей, выиграв этот же конкурс, ездил на чемпионат мира. А всего же за 14 лет работы программы «Эскорт игроков Макдоналдс» на стадионы по всему миру вместе с кумирами вышли более 10 тысяч ребят из разных стран. Ольга Десятого, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.